Каждый раз, когда публикуется список самых опасных профессий в мире, в этот список обычно попадают лесорубы, шахтеры, столелетейщики, монтажники-высотники, рыбаки. Но ни одна из этих профессий даже близко не стоит по опасности с катапультированием человека из дула бутафорской пушки со скоростью 100 км в час, полетом по воздуху, без какого бы то ни было парашюта или страховки, и попыткой приземлиться в сетку или на надувную подушку, не промахнувшись и не свернув себе шею. Самые опасные нормальные профессии обычно держат рекорд по смертности на рабочем месте в примерно 100 случаев на 100 тысяч человек в год, что на 100 человек больше, чем нужно. Но это, скажем так, смехотворно мало по сравнению с уровнем смертности людей, работающих пушечными ядрами. За всю историю только около 50 человек овладели этой редкой профессией. И 30 из них погибли при выполнении трюка. А первой, кого выстрелили из пушки, была 17-летняя девушка, которую весь мир знал под именем Зазель. Она родилась в 1860 году в цирковой семье. С опилками в крови, как тогда говорили. Роса Матильда Рихтер была дочерью английской танцовщицы и немецкого агента по поиску талантов, поставлявшего в цирки и прочие веселительные заведения, как артистов, так и дрессированных животных. Ее учили падать раньше, чем ходить. В старой заброшенной церкви в Лондоне была протянута проволока от алтаря к галереи, а под ней страховочная сетка. И там маленькая Роса практиковалась ходить по канату. Никто не сомневался, что она станет циркачкой. Свою исполнительскую карьеру она начала в возрасте 4 лет, сыграв одну из сестер Золушки в пантомиме в мюзик-холле. С 6 лет Роса начала выступать на трапеции. Ее первый профессиональный псевдоним был Л'Аппетит-Лю-Лю. Когда ей было 12, ее отдали в путешествующую труппу японских акробатов, чтобы отточить ее профессиональное мастерство. Может быть, вы помните, как Паспарту во время путешествия вокруг света откололся на время от Филеса Фога, а потом внезапно обнаружился в основании пирамиды японских гимнастов, длинных носов под покровительством бога Тенгу. Похоже на то, что Жюль Верн выдумал эту конкретную труппу и ее экстравагантные трюки, но вообще японские артисты и акробаты очень ценились тогда в Европе на волне увлечения всем японским. Они действительно умели делать неизвестные европейцам трюки и обладали исключительными навыками, ставшими на некоторое время образцовыми в цирковых профессиях, и европейские циркачи охотно перенимали их опыт. И работа с этими непревзойденными специалистами очень продвинет карьеру юной Росы Рихтер. С экзотической труппой девочка гастролировала по Великобритании и Франции, выдавала себя за японку, и о ней даже писали в газетах, как о первой и единственной японской акробатке, когда-либо посещавшей Европу и получившей множество наград и медалей за свою смелость и мастерство. Во время выступления в Тулузе она получила свою первую и далеко не последнюю серьезную травму, упав с трапецией. Ей было 13 лет. На некоторое время Роса лишилась возможности выступать и вернулась домой в Лондон. В те годы на другой стороне земного шара, в Канаде и США, у мамы властвовала другая юная трюкачка, которую тоже звали Лулу. Эта златокудрая красавица была на пару-тройку лет старшей Росы, и она прославилась совершенно невиданным трюком. Прекрасная Лулу, воздушная гимнастка и черкесская катапультистка, как ее именовали в афишах, выходила на арену, раскланивалась со зрителями, а потом внезапно взлетала вертикально вверх под самый купол, где она хваталась за трапецию и зависала над пропастью. После чего Лулу начинала делать разные другие трюки на трапеции, но главным шоком для зрителей был вот этот ее волшебный прыжок чуть не на 10 метров вертикально вверх. Я не нашла точной подтвержденной цифры, но она взлетала реально очень высоко. Прыжок осуществлялся посредством специальной катапульты, спроектированной менеджером Лулу, знаменитым шоуменом Великим Фарини. Его настоящее имя было Уильям Ленард Хант. Рожденный в канадском захолустье, этот авантюрист, циркач и сорвиголова, сначала прославился тем, что неоднократно переходил по проволоке Ниагарский водопад. После этого в его карьере были и другие суперопасные трюки, один из которых стоил жизни его первой жене. К 40 годам Великий Фарини остепенился, перестал рисковать собственной жизнью и начал рисковать жизнями более молодых артистов, в частности, белокурой Лулу. И катапультистка Лулу, выступавшая в туго затянутом корсете и коротких панталончиках, была страшно популярна и зарабатывала кучу денег, пока однажды она не промахнулась мимо трапеции, упала и оказалась в больнице, где обнаружилось, что это никакая не Лулу, а подросший сын Фарини Сэм, с которым он за несколько лет до этого выступал как акробатический дуэт, когда тот был еще совсем маленьким мальчиком. Это разоблачение ничуть не обескуражило великого Фарини, и он фактически переизобретает этот номер. Он хочет, чтобы гимнастка, может быть, в этот раз не Лулу, а настоящая девушка, не просто подбрасывалась под купол цирка с катапульты, а выстреливалась из пушки. И в 1871 году он получает патент на устройство для проецирования людей и предметов в воздух в виде бутафорской пушки, начиненной к катапультирующим устройствам. То есть это не была настоящая пушка, это была пружинная катапульта, оформленная в виде пушки. Запал, бум и дым были чисто декоративными. В принципе, Фарини позже подаст еще один патент на усовершенствование пушки с использованием пороха для освобождения защелки. Но, слава богу, ее ни разу не использовали. Пружинная пушка была достаточно опасна и эффективна. Как раз в это время Королевский аквариум в Лондоне был такой ныне существующий развлекательный комплекс, включавший в себя помимо собственно аквариума театр и концертный зал. Понял, что он разорится, если будет продолжать почивать публику классической музыкой и художественными выставками. И они наняли Фарини, чтобы тот придумал им какую-нибудь прибыльную развлекательную программу, на которую реально пойдет зритель. И Фарини решает, что это идеальная площадка для испытания его нового аттракциона. Он ищет в Лондоне исполнительницу для этого трюка. И его внимание привлекает лондонская Лулу Росса Рихтер. Отец Россы, Эрнст Рихтер, хорошо знал Фарини. Они были коллегами, вращались в одних и тех же профессиональных кругах. И он был прекрасно знаком с его стилем работы. Эрнст публично заявлял, что он бы и собаку свою не одолжил Фарини для его аттракционов, тем паче дочь. «Что вы думаете, сказало бы общество защиты животных, если бы Фарини выстрелил из пушки осла?» – вопрошал он. Однако его жена, Сюзанна, была женщиной отчаянной и не считала, что риск должен останавливать дочь на пути карьерного роста. И она хитростью заставляет мужа подписать контракт для несовершеннолетней Россы на работу у Фарини. Эрнст был уверен, что он подписывает контракт на выступление в шоу другого, хорошо ему известного продюсера, против которого он ничего не имел. Я не знаю, как женщины провернули этот трюк, но цирк – это такой цирк. И вот так обманом 17-летняя Росса оказалась в трупе великого Фарини, которая сделала из нее первое человеческое пушечное ядро. Ну, будем исповедоваться. 10 апреля 1877 года в Театре Лондонского Королевского аквариума 17-летняя Росса Рихтер, которой дали новый псевдогим Зазель, впервые влезла в дуло огромной бутафорской пушки. Вот как описывает этот трюк газета «Нью-Йорк Клибер». Девушка с величайшим хладнокровием заползает в огромный ствол самого что ни на есть реалистично выглядящего орудия. И вместо того, чтобы вздрогнуть от ужаса, мы аплодируем от всей души, а затем продолжаем смотреть и ждать, затаив дыхание. Стремительно проносится факел и касается запала. Мы слышим громкий звук выстрела, и, о чудо, наше зрение поражено видом живой ракеты, летящей через пространство и приземляющейся в целости и сохранности в огромную сеть, раскинутую, чтобы принять ее. Прежде чем рассеялся дым из огромного жерла, девушка уже прошла по сети, и вот она кланяется и улыбается публике. Еще раз повторяю, что весь этот бум и дым были чистой декорацией. Внутри ствола пушки была пружина, которую сжимали каким-то механизмом. Туда забиралась Росса, мадемуазель Зазель, прошу прощения. После чего пружину спускали, ее выталкивало поршнем вверх. По выражению одной из газет, ее вышвыривало из когтей смерти в объятия славы. Перед самым катапультированием гимнастка должна была изо всех сил напрячь мышцы, превратиться в жесткий обтекаемый объект. И если бы она зазевалась на секунду, она бы вылетела из ствола бесконтрольно и переломала бы себе конечности и свернула шею. Отчеты современников о ее выступлении сильно расходятся. Одни говорят, что она пролетала 20 футов, то есть всего 6 метров. Другие же щедро растягивают это расстояние до 70 футов, а это уже 21 метр. Скорее всего, правы первые. Выступление Зазель спасли аквариум от финансового краха. Трюк стал страшно популярен. Она давала по два представления в день перед полным залом. Одно выступление могло собрать десятки тысяч зрителей. С 8 утра до 10 подвиг. Благодаря восторженным газетам и грамотной рекламе Зазель быстро прославилась и Форини устроил ей гастроли по всей Европе. И повсюду зрители восторгались ее смелостью и физической выносливостью. Утверждали, что принц Уэльский, будущий король Эдуард VII, это прадед нынешнего короля, был ее горячим поклонником. Выстрел из пушки был не единственным ее трюком. Как правило, она проделывала его под финал своего шоу. А сначала она выступала на трапеции, прыгала в сетку из-под купола, ходила по канату, зачастую без балансировочного шеста. На канате она могла танцевать, сидеть, стоять на одной ноге, лежать и вертеться, зацепившись коленями. Особое очарование мероприятию придавала кажущаяся легкость, с которой Зазель проделывала все трюки. Ее безмятежная улыбка и изящный книг в конце неизменно вызывали бурю аплодисментов. Публика была в восторге от видимой легкости и беспечности, с которой юная девушка рисковала жизнью. И кое-кто из публики начал возмущаться. Не только отец самой Зазель многие здравомыслящие люди не столько восхищались, сколько ужасались уровнем риска, которому подвергала себя Зазель. Шоу попытались запретить. К примеру, в газете «Правда» я вас не разыгрываю, была такая английская разоблачительная газета «Трус», по преимуществу выводившая на чистую воду всяких мошенников, ну и вообще боровшаяся против злоупотреблений. Так вот, в газете «Правда» от 22 мая 1879 года писали «Этого нельзя допускать в стране, называющейся себя цивилизованной. Мы клеймим испанцев, посещающих Кориду, но Матадор или Пикадор всего-навсего ставит сам себя в рискованную ситуацию напрямую зависящую от его мастерства». Обратите внимание, что тогда еще никого не беспокоило, в какую ситуацию был поставлен бык. Продолжаю цитату. «Однако, если бы в Испании деляги нанимали детей и заставляли тех сражаться с быками на арене, это вызвало бы всеобщий протест. При этом мы в Англии разрешаем, более того, мы голосуем деньгами за то, чтобы ребенок падал с большой высоты или им стреляли из пушки для наживы барыги». Жалобы обеспокоенных людей поступили к министру внутренних дел Ричарду Кроссу. И тот пообещал менеджеру аквариума мистеру Робертсону, что он будет нести личную ответственность, если с мадемуазель Зазель случится несчастный случай. В ответ нахальный Робертсон предложил Кроссу самому занять ее место, он готов был выстрелить из пушки даже министром. Он был так счастлив, что не нужно объявлять банкротство, что готов был поверить в то, что этот трюк совершенно безопасен, как уверял его Форини. Тем не менее, несчастные случаи не заставили себя ждать. Первый случился в аквариуме, второй более серьезный во время гастролей в Портсмуте в 1879 году, где страховочная сеть, куда приземлялась Зазель, порвалась. Она до какой-то степени смогла погасить энергию, и Зазель ничего себе в тот раз не сломала, однако ее состояние было настолько серьезным, что она не смогла выступать на следующий день. Отец Зазель, Эрнст Рихтер, был вне себя и очень волновался за дочь. К тому времени он уже разошелся с женой, которая жила с дочерью, совершенно не возражала против ее работы и даже поощряла ее. Позже, в том же году, 15 декабря 1879 года, Зазель упала с трапеции и соскользнула с края страховочной сетки. Ей опять повезло не получить серьезных травм, хотя сразу после падения девушка оказалась оглушенной и ее вынесли со сцены на руках. И на следующих выступлениях руки у нее были забинтованы и от зрителей не могла укрыться ее явная нервозность. Бедная девочка боролась со страхом упасть, ее покинула прежняя легкость и беспечность. Газеты очень возмущались, требовали наказать менеджеров и даже настаивали, чтобы министр внутренних дел наложил ограничения на самоубийственные сенсационные акробатические трюки. Клеймили также тех, кто ходит на подобные представления, поощряя тем самым их организаторов и подбивает неразумных детей рисковать жизнью за деньги и славу. В 1880 году в палату общин был внесен законопроект об акробатах и гимнастах, целью которого было предотвращение опасных акробатических трюков. В двух палатах парламента прошли длительные дебаты, большая часть которых была сосредоточена на том, как провести грань между опасными и приемлемыми трюками. Вообще викторианская Англия была страной очень свободного капитализма и запретить людям зарабатывать деньги любым способом там было очень сложно. Вы, возможно, знаете истории о девочках с фосфорными спичками, зарабатывавшими себе некроз челюсти, и о ядовитых красителях, отравлявших рабочих. В континентальной Европе их начали запрещать гораздо раньше, чем в Англии. Наложить запрет на какую-то коммерческую деятельность Великобритании было крайне сложно, даже если она влекла очевидную опасность для участников. Сама Зазель, узнав, что парламент всерьез занялся законом, который мог запретить ей выступать, была в отчаянии. Несмотря на весь риск и боль, она делала это добровольно и охотно. «Я любила риск», говорила она впоследствии, «эти джентльмены не имели права отнимать у меня то, что я любила больше жизни. У меня были амбиции, я хотела быть великой. Это было мое искусство». При этом вопрос, имела ли место эксплуатация Зазель ее менеджером великим Форини был непраздным. Форини не для смеха выдавал своего сына подростка за девицу, он знал, что делал. Многие зрители ехидно замечали, что успех номера Зазель во многом заключался в том, что чтобы втиснуться в пушку, ей приходилось снять с себя большую часть одежды, ей постоянно приходилось отбиваться от назойливых поклонников, среди которых были принцы, отказывать которым было, наверное, нелегко. Между тем, Форини оставлял себе большую часть доходов от ее очень прибыльных шоу. В 1879 году один репортер заметил, что путешествия мадемуазель Зазель всегда ездит в вагонах второго класса. «Можно подумать», пишет он, «что те, кто получает огромные барыши от ее изящных и опасных выступлений, могли бы заплатить за нее очень небольшую разницу за билет в первый класс». ФТ Барнум хозяин величайшего шоу на земле самого знаменитого циркового ревью в Америке специально приехал в Лондон, чтобы посмотреть на Зазель. И он утверждал, что она жаловалась ему на свой маленький оклад и умоляла его выкупить ее контракт в Арене. Барнум, кстати, очень хорошо платил своим артистам и некоторые из его циркачей выходили на пенсию в прямом смысле слова миллионерами. Но Форини сделал все, чтобы закрепить авторские права на трюк с пушкой за собой. И он начал тайно обучать молодых акробаток на замену Зазель. Очень вероятно, что в какое-то время по миру выступало одновременно несколько Зазелей, только одна из которых была настоящая. Я не смогла найти подробностей, но каким-то образом в начале 1880 года Барнум убедил Форини присоединиться к его величайшему в мире шоу. И Форини со своими лучшими артистами, включая Зазель, покинул Англию, где его уже очень критиковали. И во время этих годовых гастролей в Америке Росса Рихтер вышла замуж за Джорджа Оскара Стара, работавшего пресс-агентом в цирке Барнума. Форини позаботился о том, чтобы выжить из этого брака максимум пользы для себя. А то опять начали циркулировать слухи, что Зазель это переодетый мужчина. Люди просто не могли поверить, что женщина может чисто физически выполнять некоторые из ее акробатических трюков. После американского турне Форини вернется в Лондон, где начнет новую для себя деятельность демонстрировать за деньги странных людей. Барнум, кстати, сделал себе репутацию на своих шоу уродцев. И Форини решает тоже попробовать. Самым знаменитым экспонатом его человеческого зоопарка была его приемная дочь Крао, девочка с гипертрихозом, у которой волосы росли по всему телу. И Форини демонстрировал ее за деньги, как переходное звено между обезьяной и человеком. Росси с ним стала окончательно не по пути, и они с мужем на время оставят цирк и попытаются создать свою собственную оперную труппу, с которой они будут гастролировать по Америке. И Росса продемонстрирует, что она вполне способная артистка опереты, может петь и танцевать. Но их затея продержалась недолго. В конце 80-х Джожу Стару предложили должность директора цирка Барнума, и супруги возвращаются в цирковую жизнь. Одновременно Росса начинает использовать свой опыт для пропаганды цирковых сетей безопасности, для поимки людей, выпрыгивающих из горящих зданий. Одетая в обычную уличную одежду, она бросалась из окон многоэтажных домов в сеть на глазах у восхищенной публики. Никогда еще не было более бесстрашной женщины-гимнастки, чем эта Зазель, писали газеты, которая беспечно прыгнула из окна четвертого этажа, чтобы проиллюстрировать возможности акробатической сетки как средство спасения жизни. Она обвязала свои юбки толстым шнуром и прыгнула в центр сети так же уверенно и грациозно, как дама выпрыгивает из кареты. За свою храбрость и образовательные усилия Зазель получила персональную благодарность от пожарной службы Нью-Йорка. Но в 1891 году ее удача истекла. В тот день Зазель сначала вылетала из пушки, а потом должна была танцевать на натянутой проволоке. Проволока находилась на высоте около 8 метров над землей и шла от боковой части циркового шатра к двум столбам на арене, между которых находилась платформа. Как потом выяснили опросы свидетелей, эти столбы должны были быть скреплены между собой стальной проволокой. Но в тот день этого почему-то не было сделано. Когда Зазель вышла на проволоку, столбы начали расходиться. Проволока ослабла и она упала на арену. Она приземлилась на четвереньки и один из опорных столбов рухнул прямо на нее поперек ее спины. Поверх повалилась платформа, канаты и все прочее. Когда место расчистили и попытались приподнять заваленную всем этим Зазель, стало ясно, что ее тело согнуто пополам самым неестественным образом. сейчас мы все прекрасно знаем, что если у вас есть хоть даже малейшее подозрение на травму позвоночника, вы не трогаете человека. А тогда двое помощников начали растягивать ее за плечи и за ноги, чтобы выпрямить нормальное положение. Она кричала страшно, зрители впали в панику. Один из них сказал потом, что это было самое ужасное несчастье, какое он когда-либо видел в жизни. У Зазель был сломан позвоночник. Она провела несколько месяцев в полном гипсе, подвешенной на растяжке. Ей был 31 год. Ее карьера была окончена. О дальнейшей ее жизни ничего не известно. Зазель Роза Рихтер Стар, девушка пушечное ядро, умерла 8 декабря 1937 года в Лондоне в возрасте 67 лет. Совершенно забытый. Но ее трюк продолжают повторять смельчаки по всему миру. Пушки становятся больше, скорость и дальность полета увеличиваются. Ни Англия, ни одно другое государство не запретили этот трюк. Хотя, конечно, существуют местные регуляции, обеспечивающие какую-то безопасность каскадеров. Несмотря на это, последний из человеческих ядер погиб в 2011 году, когда его сеть сложилась до того, как он на нее приземлился. Это ставит перед нами вопрос. Что важнее, жизнь или жизнь по своим правилам? Следует ли обществу контролировать людей, стремящихся преодолеть границы возможного, несмотря на грозящую им опасность? Общественная безопасность безусловно важна, но означает ли это, что государство всегда обязано защищать людей от всех возможных опасностей? Может быть, барон Мюнхгаузен в шлеме и спасательном жилете это уже не тот самый Мюнхгаузен? Вы, конечно, понимаете, что фильм, который я неоднократно сегодня цитировала, не о том можно и нужно ли рисковать, а о том, имеет ли государство право диктовать людям, что им делать и как им думать и о чем рассказывать истории. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Отдельно хочу поблагодарить моих подписчиков на Бусти и Патреоне за их постоянную поддержку этого канала. Если вы не знаете, что это такое, оставайтесь на рекламу моих других проектов. Всего вам доброго и до новых встреч. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры и особенно истории без культуры, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же, просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Патреон принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками, это на первом уровне подписки, а на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог, вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все, всего вам доброго и до скорых встреч!